Представьте себе, потеряв свою жену, он начал исследовать тайные уголки нашего существования, собирая истории, которые заставляют задуматься о смысле жизни и о существовании души. В этом видео мы кунемся в мир загадочных совпадений и невероятных событий, которые происходили с людьми, близкими профессору, и которые он собрал в своем удивительном путешествии. От непонятных пророчеств до удивительных визитов из прошлого. Каждая история приоткрывает завесу тайны, заставляя задуматься о том, что находится за пределами нашего понимания. Год назад я потерял свою жену. Впоследствии этого несчастья я полюбил уноситься в другой мир и стал собирать все случаи, которые дают нам повод верить в его существование. Именно так профессор Михаил Погодин отвечал на вопрос собеседников по поводу своего интереса к теме о жизни после смерти. После ухода своей жены Михаил Погодин начал собирать случаи, подтверждающие существование души и иного мира. Этих случаев оказалось так много, что профессор решил рассказать о них публично. Видите этот портрет? В тот самый день он упал со стены. Эту историю об одном странном происшествии я услышал от профессора Дмитрия Перевозчикова, который был врагом всяких фантазий. Он рассказал мне об этом случае мимоходом, когда меня еще не интересовал вопрос о жизни после смерти. Но позже я решил узнать об этом происшествии подробнее, говорил Михаил Погодин. В 1845 году Михаил Погодин приехал в Симбирск на открытие памятника Карамзину. Здесь он встретил профессора Казанского университета Ивана Симонова и спросил у него, произошел ли тот загадочный случай именно так, как описал его профессор Дмитрий перевозчиков. Симонов пообещал Погодину при случае предоставить убедительное доказательство в подтверждении этой истории. Когда Михаил Погодин приехал в Казанский университет и заглянул на кафедру астрономии, Иван Симонов обратил внимание гостю на портрет Йозефа Литрова, который висел над письменным столом Симонова. Видите этот портрет? Литров был моим учителем и благодетелем. Он являлся первым профессором астрономии Казанского университета. Литров назначил меня своим преемником по кафедре, когда сам отправился директором обсерватории в Вену, рассказал Иван Симонов своему гостю Михаилу Погодину. Однажды Иван Симонов получил от своего учителя письмо из Вены. В нем Йозеф Литров рассказывал об устройстве своих дел на новом месте, о своих детях и своей семье. Литров также требовал от своего ученика, чтобы он ответил на это письмо как можно скорее и сообщил в нем, как у него обстоят дела в новой должности. Иван Симонов хотел написать Литрову в тот же день, но неотложные дела помешали этому. Письмо не было написано и на следующий день, и через неделю. Однажды Иван Симонов вошел в свой кабинет и увидел, что портрет Литрова упал со стены и лежит на его письменном столе. Рассказывая об этом случае Михаилу Погодину, Иван Симонов снял со стены портрет своего учителя. Он показал гостю ремешок, который тогда оборвался, вследствие чего портрет и упал со стены. Когда я увидел портрет Литрова на моем столе, то тут же вспомнил о давно полученном письме и сел за стол и написал ему подробный ответ. Продолжал свой рассказ Иван Симонов. Через месяц или около того Симонов получил письмо от сына Литрова, который сообщил, что его отец умер. И судя по числу, указанному в письме, Литрова не стало именно в тот день, когда в кабинете Симонова упал тот самый портрет. Видимо, таким образом душа умершего решила проститься со своим учеником. Записав этот рассказ, я просил Ивана Симонова, чтобы он прислал ко мне в Москву копии писем Литровых. Также я просил, чтобы в письме Симонов повторил описание этой истории. Его рассказ и копии писем хранятся у меня до сих пор. Что-то пронеслось, как будто вихрем, и кто-то прошептал ее имя. Случаи, собранные мной, происходили с моими знакомыми и близкими людьми, которым я полностью доверяю. Все эти события никак нельзя отнести к материальной природе. Их нельзя объяснить известными нам законами, заключал Михаил Погодин. Еще об одном странном случае Погодину рассказала Анна Кубарева, которая была матерью его университетского товарища, профессора Алексея Кубарева. В тот день Анна Васильевна Кубарева приехала по делам в Петербург. Находясь здесь, она почувствовала ту минуту, когда не стала ее матери, которая была в то время в Москве. По словам женщины, в своей душе она ощутила такую тоску, которую и представить себе нельзя. Я примчалась в присутствие, название ряда коллегиальных органов государственной власти при губернаторе, в котором решалось мое дело. Обливаясь слезами, я упала на колени перед присутствующими, моля их, чтобы отпустили меня в Москву. Впоследствии казалось, что именно в этот самый час и умерла моя мать, рассказала Анна Кубарева Михаилу Погодину. Еще об одном случае Михаилу Погодину сообщила его близкая знакомая, Александра Левашова. Эта женщина являлась супругой Никиты Федоровича Левашова, который командовал Иркутским гусарским полком. Узнав о смерти своего мужа, Александра Левашова отправилась в селение, где он скончался. Прибыв на место и выйдя из кареты, женщина вместе со своей дочерью решила пройти по придорожной аллее пешком. Вдруг ей показалось, что перед нею что-то пронеслось, как будто вихрем. В этот момент Александра Левашова услышала, как кто-то прошептал ее имя. Дочь Левашовой уверяла, что чувствовала и слышала то же самое. Следующий случай произошел с Авдотьей Петровной Елагиной. Сидя у кровати своего больного сына, на одно мгновение она увидела в двери подругу своего детства, Марию Андреевну Протасову, любимец Жуковского, на которой он хотел когда-то жениться. Елагина поспешила обнять подругу, но та исчезла. Позже было получено известие о том, что в этот самый час и в ту самую ночь Мария Андреевна скончалась. Душа бессмертна. Значит, наша смерть – это только перемена одежды. Умираем мы лишь снимаем платье. А какое же надеваем? В каком виде продолжается наша жизнь потом? Напрасно философии богословия присвоили себе исключительно право искать ответы на эти вопросы. Потому что эти вопросы должны сопутствовать всякому человеку, пришедшему в этот мир. Потому что каждый человек должен думать о том, для чего он живет, и устраивать свою жизнь в соответствии с этим знанием. Без этого знания чем же он будет? Куклой? Животным? Михаил Погодин утверждал, что каждому человеку необходимо знать о том, что его душа бессмертна, и что у нее будет другая жизнь. Потому что если для нас уготована другая жизнь, то должна быть какая-нибудь цель для нашего существования. В природе все целесообразно. И человеческая жизнь не может проходить без цели. Потому что жизнь без понимания того, для чего мы живем, это не жизнь, а быстротечный обман. У человека должна быть цель. Но какая же? Если есть другая жизнь, то эта жизнь должна быть для нас подготовительным классом. И чтобы перейти в другой класс мы должны стараться жить как можно лучше. А как жить лучше? Этому должна научить нас наша совесть. Считал Михаил Погодин. Ученый Александр Горобовский задавался вопросом. Все ли события в нашей жизни подчинены неизбежной участи? Или у нас есть возможность влиять на будущее своими решениями? Собранные им факты представляют наше будущее как уже сформированное. Но насколько это соответствует действительности? Мы рассмотрим примеры из истории, когда судьба казалась неотвратимой. И случай, где человеческий выбор кардинально менял предстоящее событие. От исторических анекдотов о британском фельдмаршале Китченере до личных свидетельств о способности предвидения будущего. Мы исследуем, насколько реальным является предопределение. Есть немало свидетельств о том, что будущее каждого человека уже существует. Собрано достаточно много фактов, которые указывают на неотвратимость событий, лежащих в будущем. Эти факты свидетельствуют и о том, что избежать предначертанного невозможно. Но так ли это на самом деле? Все ли в нашей жизни подчинено судьбе или у человека есть свобода выбора? Такими вопросами задавался ученый-историк Александр Гробовский. Анализируя собранные факты, ученый попытался дать ответы на эти вопросы. Александр Гробовский также объяснил, почему человеку не стоит обращаться к разному роду предсказателям, чтобы заглянуть свое будущее. Наша будущая реальность существует задолго до своего воплощения. История знает немало случаев неотвратимости судьбы. Один из них связан с британским фельдмаршалом Гербертом Кичнером. Кичнеру было 44 года, когда он узнал, что ему предначертано гибель на море на 66-м году жизни. Так и произошло. Жизнь фельдмаршала оборвалась в море 5 июня 1916 года. Такой пример приводил Александр Гробовский. Ученый собирал подобные истории. Например, одну из них Гробовскому рассказал Всеволод Т. Во время Отечественной войны Всеволод служил с одним солдатом, который мог заглядывать в будущее. Как сейчас помню, этот солдат подходит к сержанту и говорит, чтобы тот сегодня своим родным написал. Сержант спрашивает, зачем? А солдат этот только плечами пожимает. В тот день сержанта не стало. Несколько раз я был свидетелем того, как этот солдат и другим советовал писать домой письма. День проходит, и нет человека. Вспоминал Всеволод Т. Подобные случаи, считал Александр Гробовский, говорят об одном. Наша будущая реальность существует задолго до своего воплощения и появляется в нашем восприятии в должный момент. Представьте себе пассажира, который едет в поезде и смотрит в окно. Пассажир видит дерево или дом, стоящий у дороги. Эта картинка показывается в окне всего лишь на одно мгновение, а затем пропадает. Однако это дерево и этот дом существовали и до того, как их увидел пассажир. И встреча наблюдателя с этими объектами была неизбежна. Такую параллель проводил ученый, чтобы показать, каким образом проявляется судьба человека. Значит ли это, что каждое наше действие, всякое наше решение, которое мы принимаем, уже предопределено. Александр Гробовский рассказывал о своем знакомстве с врачом, у которой была способность предвидения будущего. Вот что говорила эта женщина. Во время беседы иногда мои пациенты рассказывают мне о своих ближайших планах. Например, больной сообщает мне, что ему нужно съездить в другой город. А я вижу, что если он туда поедет, то его ждет несчастье. Разумеется, как врач, я не могу сказать пациенту, чтобы он отложил свою поездку из-за этого. Но я могу посоветовать ему на время воздержаться от таких нагрузок, чтобы поберечь свое здоровье. И если пациент прислушается ко мне, ничего плохого с ним не происходит, говорила врач. Ощущение будущего, как лишь одного из возможных вариантов событий, можно найти и у известных предсказателей. Александр Гробовский приводит в пример эпизод с предостережением Григория Распутина, которое было адресовано Петру Столыпину. Из книги «Пророки и прозорливцы в своем Отечестве». «Если Столыпин отправится сейчас в Киев, там он и погибнет», – предупреждал Распутин. Так и произошло. Напомню еще один эпизод, когда прорицательница, которую посетил Пушкин, сказала ему «Может быть, ты проживешь долго, но на 37-м году берегись белого человека, белой лошади или белой головы». Это уже совершенно другое видение будущего. Будущее не фатально, в нем заключен как бы некий набор возможных событий. От выбора, от решения самого человека, зависит, какие из них станут реальностью. Почему некоторые провидцы отказываются озвучивать предсказания несчастий? «Таким образом, есть факты, которые подтверждают, что наше будущее уже сформировано и неизменно. Другие же факты указывают на то, что будущее изменчиво и зависит от наших решений», – заключал Александр Горобовский. «Именно потому, что у нашего будущего есть несколько вариантов развития событий, человеку и не следует пытаться заглянуть в него. По словам ученого, предсказания опасны тем, что им свойственно сбываться». Александр Горобовский считал, что предсказатели не столько видят будущее, сколько наводят на один из его вариантов, делая его реальным. Несчастный случай, который мог и не случиться, будучи предсказанным, обретает силу и реализуется. «Не по этой ли причине многие провидцы отказываются озвучивать предсказания каких-либо несчастий, догадываясь о таком воздействии побочных пророчеств? Если уж провидцы делают это, то обычно оставляют за человеком выбор», – пояснил Александр Горобовский. Именно по этой причине, по словам ученого-историка, многие правители относились к прорицателям с особой осторожностью и были готовы наказать предсказателей за их дерзость. Так в январе 1789 года в Москве появился человек, одетый в монашеское платье. Проходя мимо дома купца, а хлопкова, он начал забрасывать дом снегом, а любопытствующим говорил, что здесь случится пожар. Этот человек был арестован, как сеющий нездоровые слухи. А через день после этого дом купца действительно сгорел. О происшествии доложили Петру Еропкину, который в то время был главнокомандующим Москвы. Он лично допросил арестованного. Последний рассказал Еропкину, что его зовут Логин Качкарев. Еропкин попросил Качкарева предсказать ему что-нибудь из предстоящих событий. «Завтра вас ждет большой подарок», – ответил Качкарев. Этим подарком была золотая табакерка, которую получил Еропкин на следующий день. Табакерка стала наградой за верную службу от самой императрицы Екатерины Великой. А Качкарев был заключен Еропкиным в тюрьму как человек, от предсказаний которого могут произойти большое смятение в умах людей. Известно, Качкарев предсказал главные события 1812 года, которые тогда казались невообразимыми. После этого всякие следы провидца теряются. Александр Горобовский отмечал, что пророчества о каких-то грядущих негативных событиях считались опасными и в древнем мире, потому что после их провозглашения возрастала и вероятность того, что события будут развиваться именно по этому плану. Считалось, что предсказатель представляет, визуализирует определенную картину в своем сознании, а после этого и в сознании других людей. Согласно этой визуализации начинает выстраиваться и реальность. Насколько такие опасения обоснованы? Опыты, которые были проведены с игральными костями и другими материальными объектами в наше время в лабораториях разных стран, подтвердили, что это возможно. Оказалось, что некоторые испытуемые усилием воли могут, например, повлиять на то, чтобы одна из сторон игральных костей выпадала чаще, чем другие. Подобные опыты позволяют согласиться с теми исследователями, которые считают, что предсказания могут воздействовать на ситуацию и формировать реальность. К такому выводу пришел Александр Гробовский.